Добрый вечер! По традиции привет вам от всего авторского цеха нашей студии. Они за кулисами сейчас стоят, им будет приятно, если вы им поаплодируете. Спасибо большое. Так получилось, что эту тему мы сегодня уже затрагивали и еще будем затрагивать. Как-то вот так не сговариваясь все написали в одну сторону, видимо наболело. Про технику хочу поговорить, про современную, про гаджеты, про девайсы, про всякие. Просто наша жизнь сегодня без них ее невозможно представить. И где бы мы ни находились, в какой бы момент, они все равно нас так или иначе сопровождают. Я, например, свой день легко могу описать с помощью приборов. Сначала будильник, потом чайник, микроволновка, лифт, автомобиль, навигатор, лифт в офисе, компьютер, кофе-машина, компьютер, опять автомобиль, лифт, микроволновка, телевизор, телевизор. Ноутбук с сериалом, опа, будильник. И все это одной рукой, потому что во второй руке все это время телефон. Техника, она развивается какими-то немыслимыми темпами. Я застал компьютеры, которые, вы удивитесь, но они делали только то, что ты их просил. Ты нажимаешь клавишу А, он печатает А и просто ждет. Сейчас у меня дома стоит коробка. Я вроде хозяин, да? Но у меня есть подозрение, что он мне уделяет максимум процентов 5 своего времени. И, возможно, он постоянно что-то качает, хрустит, шумит, гудит. Он постоянно чем-то занят. А если вдруг мне нужно срочно что-то запечатать, у него находятся дела поважнее. Подожди со своим вордом. Надо установить новый флеш-плеер. Это улучшит работу компьютера. Какую работу? На кого ты, сволочь, работаешь? Просто надо напечатать текст. И вот техника, она вроде бы должна отражать уровень развития человечества. Да, получается так, что чем умнее техника, тем глупее становимся мы. Вот можете поднять руку, у кого есть смартфон? Не, ну на самом деле, я повторю просто, видимо, плохо. У кого есть смартфон, поднимите. Просто те, кто не поднимает руку, я так понимаю, двумя руками сейчас играют просто. А теперь поднимите руку тех, кто хоть чуть-чуть понимает, как он там все работает. Да вы что? Вы реально понимаете, или вы просто не успели со всеми сначала поднять? Единственное, я понял, что я понимаю в смартфоне, это то, что он работает так, чтобы как-то выкачивать из нас деньги. Вот я объяснил. Наверняка все заметили, что когда выходит новая модель, вот, например, восьмой, да, то сразу появляется какое-то суперважное обновление для твоего седьмого, и написано, что вот если ты его установишь, то он станет, ну, почти как восьмой. Ты, естественно, его устанавливаешь, и что? И ты видишь, как у тебя на глазах твой седьмой превращается максимум в третий. То же все сразу тупит, глючит и не работает. Ты понимаешь, да, вот можно, можно, вы заметили, да? И ты понимаешь, что тебя тупо используют, что тебя шантажируют, заставляют купить эту самую новую модель. Это подло, нечестно, и ни в коем случае не стоит идти на поводу этих алчных торгашей. Но восьмой такой клевый, он совсем другой, у него кнопка не щелка, шмяк, и вот эта штука справа, и мегапиксели. А потом будет девятый, и на следующий год десятый, и все будет то же самое. Вот эти производители гаджетов, это самые циничные барыги вообще за всю историю. Чего стоят одни только электронные сигареты. Модные, стильные, да. А самое главное, вот этот, что может быть циничнее этого лозунга, они не так вредны для здоровья. Мы же понимаем, что для человека, который курит, фраза «не так вредны», она звучит примерно как «офигительно полезны». Ну и вообще, что значит «не так вредны»? То есть, если на обычных пачках пишут «курение вызывает импотенцию», то здесь что-то вроде Минздрав предупреждает, не переживай, ты просто устал. Я так понимаю, что скоро появится электронная бутылка. Ну, тоже такая стильная, красивая, с жутко полезным для здоровья бухлом. И купишь ее долларов за 400, и все, ты уже не банальный алкаш, а, например, алка-юзер. Это у тех цирроза, а у тебя что-то совсем другое, у тебя мега-печень, и это жутко стильно. Это все полбеды. Я веду к тому, что в следующем году в продажу официально поступают роботы для секса. Дожили, да? Все, позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. На первый взгляд это удобно, да, это не надо ухаживать, тратиться, в этом-то и ловушка. Если на телефонах из нас вытягивают такие деньги, то страшно представить, на что будет способна робот-телочка. Там просто такое поле для бизнеса, там обновления, приложения, насадки. Скачайте А, установите О. А на выходных сели вместе с роботом в машину и поехали выбирать зарядку, потому что вы, люди, в этом вообще ничего не понимаете. А там же в магазине будут скандалы, вот эти валяния на полу. Хочу адаптер. Просто наивно думать, что вот эти разработчики, они вложили в это миллионы долларов просто для того, чтобы у всех людей на земле был замечательный секс. Пока вы будете иметь своего робота, разработчики будут иметь вас. Вы будете спать в одной постели с агентом по продажам. С хитрым, коварным, который всегда найдет к вам подход. Слушай, этот матрас так скрипит. Давай я закажу в интернете новый за 299 долларов. Или, хозяин, я так хочу попробовать секс втроем. Давай купим еще одного робота. А еще сексуальные роботы будут вытеснять своих непосредственных конкурентов. Они будут шептать всякие гадости про женщин. Это толстая та храпится. Это пользуется твоей бритвой. Не веришь? Вот видео. А у этой вообще нет мозгов. Вот МРТ. Ну, у секс-робота просто столько вариантов заставить тебя делать то, что ему нужно. Вот от банальных слов до физического защемления в нужный момент просто. Кто-то скажет, почему это вообще должно нас волновать? Такие роботы – это игрушки для богатых извращенцев. Поначалу – да. Сначала богатые извращенцы, потом не очень богатые, потом просто извращенцы. Вот я, в принципе, всех людей и перечислил. На крайняк появятся роботы на литовских номерах, которые будут доступны вообще всем. И просто вспомните, Виагра изначально вообще выпускалась для сердечников, да? А сейчас ей пользуются все, кому не лень. Вернее, наоборот, как раз вот все, кому лень, да. Кстати, я, ну, просто я забыл как-то в начале сказать, роботов вот таких будут выпускать и для женщин. Я просто вижу, что некоторые как-то начали волноваться в зале. Так вот, это, ну, это будет общедоступная история. И как любая техника, они очень скоро станут очередным привычным бытовым прибором, который есть в каждом доме. И мы понимаем, как зазвучит фраза, что после работы вся семья пришла и уткнулась в гаджеты, да? Вообще, само понятие семьи будет под угрозой, потому что это сейчас эти роботы неуклюжие, а потом они станут похожи на людей, а потом они станут лучше людей, красивее, выносливее, ловчее. Они будут шептать вам только приятные вещи. Очень, не знаю, там, я после вчерашнего связалась по сети со всеми роботами, и наше общее мнение, среди людей тебе равных нет. На фоне этого заниматься любовью с человеком станет неинтересно, нелепо и старомодно. Ну, примерно как сейчас ездить на работу на коне или носить на ремне маузер. Если это произойдет, за это придется как-то оправдываться перед друзьями. Ребята, я вчера так напился, что переспал с живой женщиной, знаете. Все, какой кошмар, это животное какое-то просто. А потом придумают электронных детей, которые тоже будут лучше, которые будут вовремя ложиться спать и без скандала ходить в садик. И все, мы вымрем, просто вымрем. И кто-то скажет, и что, я просто не буду покупать этого секс-робота, и все, да. Это не сработает, у него есть ноги. Он сам придет и найдет тебя. И ты не устоишь. Как устоять, когда тебя соблазняет нечто с внешностью Скарлетт Йоханссон и интеллектом Вассермана? А добавьте к этому силу Кличко, и возможности отказать у вас вообще нет. Я сейчас уже советую, знаете, прежде чем ложиться в постель с незнакомой девушкой, пусть она сначала докажет, что не робот. Знаете, обычный тест. Вот рисуете от руки четыре цифры на листе. Если сможет прочитать, значит, не робот. Если не сможет робот, либо настолько тупая, что размножаться с ней не стоит. В общем, до выхода этих роботов в продажу осталось всего полгода, и я предлагаю не терять время даром. И за эти полгода давайте научимся в постели чему-то такому особенному и невероятному. Знаете, чтобы когда роботы нас увидят, чтобы они просто подняли руки и сказали, извините, мы на такое не подписывались. В общем, вот такая какая-то у меня идея. Так что давайте хотя бы сегодня вечером отложим в сторону телефона и как-то будем друг друга любить, что ли. Любви вам и поменьше гаджетов. Спасибо. Валерий Житков Валерий Житков